археологический памятник стоянку эпохи мезолита неолита 7 4 тысячелетия до нашей эры вот время существования вот этого места тут люди жили и занимались рыболовством судя по всему делали лодочки потому что здесь в предыдущем раскопе было найдено много тесел ну и сейчас у нас обломочки есть от этих орудий поэтому остатки этого поселения мы изучаем будем тем самым выходить на реконструкцию хозяйства наших далеких предков которые были на этой территории есть конечно предположение такие глобального характера то есть керамика например которые с вдавлениями такая с кругленькими так называемая мощно-гребенчатая или ямочная вот за этой керамикой стоят далекие далекие предки финно-угорских народов а вот что касается там другой керамики которая орнаментирована треугольными такими вдавленницами неглубокими это так называемая накольчатая керамика поскольку вот так наколами такими она орнаментирована вот за этой группой стоит как бы сказать индоевропейская прародина наших далеких предков но в любом случае здесь встречаются и другие свидетельства то есть скорее всего и до тех времен нельзя говорить о чистоте вот этого пласта то есть поскольку они передвигались по разной территории и даже современная территория финляндии кольского полуострова она заселялась через нашу территорию том числе потому что вот верховьях волги придурали как раз расположены очаги вот таких материалов и потом уже прослежено их передвижение виде нынешних стоянок которые изучают с археологами вот туда в сторону польского полуострова феннаскандии так называемые то есть вот заселение территории европы шло отсюда с нашей территории слой не очень досыщен находок не так много но с другой стороны очень много отходов производства это значит они здесь делали орудие не исключено что здесь сделал где-то недалеко были выходы кремния кварцита которые они выкапывали и обдалбливали может уносили куда-то даже в другое место но где-то да ну тут вот они вот отщеп например да ну это вот такой вот кварцитовый отщеп который является отходом производства он на самом деле человек не всегда стремился прямо придать там идеальную форму вот полученном отщеп он мог любой этот отщеп любым краем где-то резать и тогда может даже этим резал но это уже определяется не визуально обычно при изучении следов трассологами то есть специалистами которые смотрят через микс как микроскопе определяют следы вот которые остаются от воздействия но с каким-нибудь там предметом который разрезался то ли это кожа то ли это мясо то ли там растительное что-то там и так далее точно это данном случае это мы можем только предполагать глядя на вот эту вещь и не более того пока рада на данный момент вот такое визуальное восприятие обычным человеческим глазом мы не можем здесь определить работали этим кусочком или нет а там есть да вот есть кусочек который действительно то есть его оформили отдельно это это скребок вот такой же отщеп и здесь видите вот здесь ретушь 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 и с этой стороны ретушь то есть это вот как раз и заостренный кончик делали возможно что могли что-то подсверливать им а этими сторонами скребли то есть поэтому это вот такой скребок но видите над заготовкой они особо тут голову не ломали какая отщепилась ну и так годится они и обработали если надо чем-то работать то они из любой формы могут сделать себе рабочий край который им был удобен вот еще а керамики нет кусочек и как раз которые так называемые я мощно гребенчатые я мощно гребенчатая вот она вот такая вот она еще пока не помыть и вот это называется ромбо я мощная почему потому что в археологии все очень просто что вижу про то и пою вот ямы ямки в давлении то есть форме ромбов отсюда ромбо я мощная керамика то есть в давлении такие то есть обычно ареал распространения этой керамики наиболее типичен для территории подесенье то есть но считается например частности арсен тигран щенок щита синюк считал что в общем какая-то часть населения в силу каких-то пригод скорее всего природных причин она передвинулась и сюда на нашу территорию со стороны подесенья то есть поэтому вот такую традицию изготовления керамики которая в принципе по фактуре керамика особо не отличалась ну глина глина но какие-то примеси да но вот по орнаментации это да это вот какая-то такая типичная орнаментация как вот народные костюмы есть допустим для определенной территории один характерен здесь другой и так далее здесь тоже такая как мода то есть есть у нас здесь были больше распространены круглые ямки которые кстати тоже пришли сюда традиции оттуда с верхней волги в частности так называемая льяловская культура вот и здесь вот вот такая но . бы сказать поэтому здесь есть и круглые ямки и есть овальные ямки есть вот такие рамбические так далее вот такая керамика есть симпатичные венчики ну вот мы уже в лагерь отнесли очень хорошо оформленные с такими хорошими насечками но это всегда женская субкультура поскольку в то время керамику лепили только женщины мужчины и мне когда было они всегда были на охоте как бы или на рыбалке поэтому женщины в ожидании мужчин они вот все это лепили украшали времени было наверное у них предостаточно и поэтому они делали все красиво тщательно наверное муж по возвращении проверял как сработала красиво или нет это тоже это кремневый это это кварцитовый это тоже кварцитовый отщеп крупный методика раскопок она существует уже и веками нарабатывается то есть задача как можно тщательно раскопать и нанести все находки на план вот но и самое главное чтобы посадить их в сетку квадратов так называем потому что вся территория которая подвергается раскопку она разбивается на квадраты метр на метр в данном случае и потом снимаются по слоями по 10 сантиметров находки выявляемые все оставляются на месте фиксируются и потом с помощью вот всяких сложных приборов мы так называемый час жене станции работали перед этим работали стахеометром и наносится и находки достаточно точно все это и и потом это видно по плану где что встречаются где какие скопления где какие сгустки керамики и так далее то есть поэтому вот наша задача как раз установить и планографическое распределение находок которые здесь выявляются и стратеграфическое то есть как они там от верхнего до нижнего слоя рассыпаны вот в этой власти земли и поэтому по ходу изучается система на пластовании что за каким слоем идет все это фотографируется зарисовывается и достаточно подробно описывается кварцитов ящик что могли делать могли в общем данном случае вот из всего всех тех а чипов которые здесь выявляются это в основном отходы производства потому что вот есть такой специалист в воронеже родионов антон михайлович и он тоже делает такие всякие рубящие орудия и наконечники крупные так далее вот я как-то у него спросил говорю существуют ли подсчеты сколько отходов появляется в результате изготовления одного наконечника так он он большой наконечник но он говорит да суще есть подсчет порядка пяти тысяч отходов от одно только изготовление одно это из какого-то куска берут это как вот скульптор один говорил что как вы делаете такие уникальные там скульптуры там из камня выдалблютую да ничего беру такую большую каменюку и убирай все лишнее так вот первобытные люди тоже сам они брали такую глыбу какую-то убирали все лишнее и вот это то что они убирали лишнее вот оно здесь и мы находим но самое главное что в тех местах особенно где был дефицит сырья здесь посуде судя по всему не было такого дефицита но так где был дефицит сырья они могли любой отщеп использовать для того чтобы им что-то резать что-то им скоблить затачивать и прокалывать и так далее то есть поэтому по факту в общем любой отщеп мог служить в качестве орудия то есть поэтому не всегда в общем какую-то форму придавали орудию это не обязательно вот появился допустим удобный какой-то край это все равно что и мы сейчас там если нет под рукой там чего-то нужен гвоздик его нет там под рукой чтобы там проколоть что-то там и так далее ну значит не гвоздика нашли кусок проволоки так и здесь то же самое то есть вот он мог брать и использовать в качестве отщепа ну в общем в качестве заготовки для орудия любой отщеп так так что вот такая ситуация все время но Продолжение следует...